АНГАРСКУЮ ЗАГАДКУ И квартира номер 8 там есть. Восьмерка это счастливое число в Китае. Ну а квартира 8 в доме номер 8 в квартале 88, наверное, самая счастливая квартира. Начинаем программу. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще, мы еще повоюем. Всю жизнь мечтал научиться играть на гитаре. Пока, видимо, не судьба. Но песня очень нравится. И тема, которая затронута в этой песне, мне, надеюсь, как и вам, очень близка. О родителях, о взаимоотношениях родителей с детьми, мы сегодня с вами и попробуем поговорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня измерим длину улицы Карла Маркса. Решили мы сделать такой рейтинг самых длинных улиц Ангарска. Есть с чем сравнивать. Карла Маркса, Ленина, Коминтерна, Чайковского, Ленинградский проспект. Насколько программ нас хватит. Потом, глядишь, самые короткие улицы, поверим. Но сегодня Карла Маркса. А еще мы сегодня впервые в наших программах вознаградим победителя нашей ангарской загадки. Ждет у нас, поджидает уже девушка Люба. По пути к ней тоже заскочим. Ну и в конце следующую загадку загадаем. Потому что Ангарск настолько многограден, что загадок хватит у нас, я надеюсь, надолго. Ну а пока лежит наш путь к началу улицы Карла Маркса. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, мы подъезжаем к месту, которое программа Дубльгиз обозначает как начало улицы Карла Маркса. Будем ему доверять, этой программке замечательная программа. И что, смотрим на обнулили одометр, смотрим на него, засекаем, какова длина улицы Карла Маркса. Ну а в пути поговорим о родителях, о родительских обязанностях, правах. В общем, что нужно сделать, чтобы понимать лучше своих детей, а детям, чтобы понимать лучше своих родителей. Как родители, как родители со стажем, как ребенок со стажем, с еще большим стажем, могу сказать, как мало мы уделяем внимание своим родителям, друзья, на самом деле. Хотя это же не так сложно. Позвонить маме, постучаться в соцсети к отцу. Много времени и силы у вас это не займет. Родителям будет очень приятно. Вашим черепам, вашим предкам, родакам, если хотите. И вообще, это же самые дорогие люди на земле родители. Ну а дети, конечно, для родителей. Сейчас, к сожалению, на мой взгляд, вот эта ценность семьи как-то стала, ну не знаю, нивелироваться что ли. Не такие теплые взаимоотношения между старшим и младшим поколением встречаются несколько раз в год на каких-то больших событиях, грустных или радостных. Лучше, чтобы на радостных, кстати говоря. И во всем мире такая тенденция. Ну, по крайней мере, в мире европейском, не мусульманском, я имею в виду. Там-то, да, там за свои корни держатся. Ого-го! А в Америке вот что творят, да? Услышал недавно. С ужасом узнал, что в Америке хотят, или уже отменили понятие мать и отец. Будет родитель номер один и родитель номер два. Ох уж это мне проамериканская толерантность. Поскольку разрешили однополые браки, теперь нельзя говорить папа и мама. А вдруг у него папа и папа родители? Мы, слава Богу, до такого не дошли. И, даст Бог, не дойдем. У нас свои христианские ценности. И брак между мужчиной и женщиной считается священным союзом. Надеюсь, что так и останется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, вот так очень быстро проскочили мы улицу Карла Маркса. Вот уже у нас дворец ветеранов Победа. И можно констатировать, что длина улицы Карла Маркса 3,4 километра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а мы, напоминаю, держим путь для беседы с председателем общественного совета Родительская инициатива Виктором Николаевым. Он уже нас должен поджидать, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, мы приехали в гости к председателю общественного совета Родительская инициатива Виктору Николаеву. Виктор, приветствую. Добрый день. Да. Ну расскажи, пожалуйста, что это за совет такой, чем он занимается, каковы его, образно говоря, цели и задачи? Цели и задачи. Совет существует уже 5 лет. Ну, активно, очень активно, скажем, работаем последние 3 года. Цели и задачи. Мы как-то свою концепцию сформулировали однажды, кратенько. Это получение качественного образования в безопасных и комфортных условиях нашими детьми. Потому что вопросов по образованию было очень много, помните? Там и по обору, и там, черт его знает, какие-то программы не те, там, тому стул дали, тому парту не дали. Мы решили разобраться, так ли это на самом деле. И, в общем-то, пришли к какому выводу? То не совсем все так. А все не так, почему? Потому что незнание порождает же какие-то вопросы и домыслы. А когда ты знаешь ситуацию, то когда она тебе понятна, тогда много-много вопросов уже как бы исчезает. Но есть какие-то конкретные дела, которые ваш совет решил? Конечно. Например? Например, вот такие, скажем, крупные самые, одни из самых крупных. Мы создали сеть патриотических отрядов «Пересвет» по школам. Вот сейчас более 120 ребятишек там занимается, довольные все. Уже третий год. Вот даже в этом году на 9 мая коробка из «Пересветов» со самых лучших прошла на Караде Победы. Затем нами было инициировано создание психологической службы, службы психологического посетителя. Куда ребенок может обратиться или родители абсолютно бесплатно. И как бы ему будет оказана помощь. Потому что вот в Иркутске, скажем, есть психологическая служба. Там как, ребенок обращается бесплатно, а если родители, то все это будет частно. Ну да. Ребенок, не каждый пойдет же один. Вот последние два года, наверное, у нас уже почти немножко выпали из жизни в плане вот какие-то проекты, чтобы можно было продвинуть. То у нас дома самораспустилась, то вот это временное проекте, если там не поймите как. Но сейчас есть надежда, что наладится. Я думаю, да, понимание будет. Еще такой вопрос. Ведь тема у нас родителей и взаимоотношения родителей с детьми. Вот ваш совет, может дать совет, как родителям найти более тесный контакт со своими детьми? Ну, это вот и психологов можно подключить. У нас очень хорошие психологи есть. Во-первых. Во-вторых, родители могут и поделиться опытом. У нас такие родители активные есть. Да, а кто вообще может прийти к вам? Любой родитель. Даже дедушки, бабушки, кто угодно. Но пояс вопрос, как бы у нас есть форум на сайте управления образованием. Они сказали, что он в нашей организации при управлении образованием создал. То есть любой человек может, если есть у него желание как бы, ну, поспособствовать улучшению жизни наших детей, может к вам прийти? Мы только рады, мы всем рады. Я знаю, что в конце прошлого года, перед Новым годом, ваш совет провел марш Дедов Морозов по Ангарску. А еще какие-то, вот, поподробнее вот об этом и еще каких-то подобных мероприятий? Это мероприятие, я надеюсь, уже стало традиционным, потому что это был второй марш. Уже второй, да? Да, позапрошлым году прошел. Ну, как бы восторг был у всех. Потому что это абсолютно позитивная такая акция, она не политизированная никакая. Создать перед Новым годом новогоднее настроение. И вот уже вот в прошлом году мы начали, а в прошлом году даже вплоть до того, что привели ребятишек. Такие по 4-5 лет Дед Морозов и одеты. Такая была картина и восторг. Что еще было вот подобного плана? Подобного плана у нас одна из первых наших акций была. Мы провели конкурс «Безопасная дорога глазами ребенка». Это, ну, рисовали они свои картины всевозможные. Более 380, по-моему, работ было. И вот представляете, 360 или 380 ребятишек мы собрали всех в актовом зале до ДСА. Ни один я не ушел без подарков. Там были представители администрации, ГИБДД, и все-все-все были счастливые, довольные. А затем из рисунков победителей мы напечатали баннеры и на дорогах города Ангарска они висели долгие-долгие годы. Мне кажется, надо об этих вот подобных акциях более широко заявлять, что называется. Как-то вот яркое событие есть, а подготовка и реклама его проходит как-то не очень заметно, нет? Ну, может быть, потому что все-таки вопрос финансов – это все для них. Мы, со своей стороны, обещаем приложить силы и поспособствовать. Я не забуду, не забуду, подойду. Каковы дальнейшие ваши планы? И если они как бы будут, что еще планируете сделать? Планов у нас громадье. Это первое. Это у нас была идея создания регионального психологического центра. Второе. Это у меня такая идея. Я поклонник Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Умницы и умники». Да. Нужно региональную олимпиаду провести нам. Так. И вступить в это движение. Сейчас 20 регионов там уже есть в этом движении. А Туркутская область пока еще отстает. Ну, да, конечно. Затем в идею, в планах нашего создания юридической школы для родителей. Такого плана. Угу. Хорошо. Ну что, Вик, спасибо большое за хорошую беседу. Друзья, если есть у кого желание помочь Общественному совету родительской инициативы «Умницы просим» – Виктора Николая. И спасибо, удачи, счастливо. Спасибо вам. Всегда рады. Как хорошо, что есть у нас неравнодушные люди в городе. Это ж только со стороны кажется, что всем на все наплевать. Нет, друзья мои. Очень большое количество людей у нас в Ангарске, которые заинтересованы в том, чтобы жизнь, и без того неплохая, стала еще лучше и краше. Спасибо Виктору Николаеву за интересную беседу. Наш путь лежит в традиционному подскриптуму нашей ангарской загадке. А вы, друзья, пока посмотрите нашу традиционную рубрику «Ангарск плюс один», посвященную самым радостным событиям в жизни ангарчан – рождением детей и свадьбам. «Ангарск плюс один» – смотрим. «Ангарск плюс один» «Ангарск плюс один» – смотрим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, уже приближаемся мы к месту нашей традиционной ангарской загадки, друзья. Но перед этим заскочим еще в одно место и поздравим и наградим нашей сувенирной продукции победительницу одной из предыдущих программ, которая первой дала ответ на ангарскую загадку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, вот как обещал победительница одного из наших конкурсов, друзья. Зовут ее Любовь. Здравствуйте, Люба. Поздравляем вас с победой. Вот такая сувенирная кружечка для вас с логотипом нашей программы и с логотипом нашей телекомпании. Держите, владейте. Знаю, что Люба просто хорошо знает наш город. Я от этого очень быстро ответил на вопрос, какие две школы ограничивают улицу Ярополова у нас в Ангарске. Еще раз поздравления мои. И тебе, Мишка, тоже. Ну и если есть приветы, передавайте прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу привет передать нашему городу. Я его очень люблю. Отдельное спасибо хочу передать человеку, который где-то примерно полгода назад изменил всю мою сегодняшнюю жизнь. Она меняется вообще кардинально. Огромное ему спасибо. Ну, привет всем, кто меня знает. Привет всем моим родным друзьям. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Счастливо. Пока. Ну, вот и наш пасскриптум. Традиционная ангарская загадка, друзья. Я сейчас стою на фоне дома, в котором расположен отдел полиции номер один. Но не только этим знаменит этот дом. Давайте посмотрим на табличку, которая на этом доме есть. Вот, обратите внимание. Это первое здание. Заложенное и так далее, и так далее. А первое какое здание? Это и есть вопрос на нашу сегодняшнюю загадку. Свои варианты ответов отправляйте на адрес нашей электронной почты. Его вы видите на экране. Но, а мне осталось только пожелать, чтобы в вашей семье взаимоотношения родителей и детей были на высоте. Пускай в вашей жизни все будет путем. До свидания. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, Мы еще, мы еще повоюем. Вроде бы получилось, а? Молодёй. Субтитры создавал DimaTorzok